Субтитры сделал DimaTorzok Дедушка 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 Удары издали Какой удар-то получился Мне кажется Уже когда мяч летел Вратарь Все равно не верил Что такой В сетку залетит И 1-0 ХСБС Выходит вперед Полторы минуты Команде понадобилось И Терентьев пытается помочь команде отыграться, но здесь вратарь Черемухин. Здесь нарушение правил, по фолам 1-1, Куликов всех пытается один обыграть, показывал, что просто некуда передачу делать. Шанс на гол, но не исполнен этот шанс. Снова Черемухин. Шанс на гол, но не исполнен этот шанс. Шанс на гол, но не исполнен этот шанс. Много становится индивидуальной борьбы, много стыков. Достаточно агрессивный отбор, но в рамках правил. А вот здесь было нарушение. Угловой. На подборе ЧСБС, но не торопится. Новый штурмус. Устраивается, отходит назад. Кучков. Недостаточно мяч обработал. Недостаточно мяч обработал. Недостаточно мяч обработал. Недостаточно мяч обработал. Ну вот, возникает такой момент, после какого уже пятого, где-то по счету углового, забивает. Такий, Тинькофф сравнивает счет. Да, поправлю. После четвертого углового Тинькофф удалось забить. Восьмой отдал, седьмой забил. Попытка быстрого ответа от ХСБС. Убойнейшая позиция сейчас была у Кучиева. Убойнейшая позиция. Отходим по сигналам, отходим. Отходим по сигналам. Мяч кейтфолк. Отходим по сигналам. 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 Частенько, именно с его голов начинает HSBC открывать счет забитым мячам. Но в этом сезоне не он оказался первым уже. Ну, хотя кубок, с какой-то стороны, это продолжение осеннего сезона завершившегося. Это не какое-то новое первенство. Право на штрафной получает Тинькофф. Каменов. Очередной угловой Тинькофф. Ну, тут у желтых самые опасные моменты после стандарта. Ну, так, а дайте мне сетку премьер. Сетку премьер. Это что-то? 20 секунд до перерыва. Шанс лечь HSBC был. Гол в раздевалку забить. Ну, на Кучиеве все останавливается и продолжится после перерыва. У Гриши в бане кубки стоят ненужные. Вот, пускай заберет. Второй тайм первого четверть финала серебряного кубка конференция, где играют Тинькофф банк и HSBC. Счет 1-1. После считанных секунд первого тайма удалось выйти вперед HSBC и Тинькофф долго отыграться не мог, но все-таки это сделал. И в концовке первого тайма лучше смотрелся HSBC. Соколов с мячом. А вот HSBC. «Пошел, пошел, пошел, пошел. Ой-ой-ой-ой». Не своему передачу отдал сейчас. И этой ошибкой пользуется Тинькофф. Выходит вперед. 2-1. Понял. 14-ый отдал за 8-ый день. Отыгрывает назад HSBC. Да, счет, 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 счет. Отличную передачу делаем мяч, чтобы до его партнера дошел все-таки, пусть через вратаря. Нет, не останавливайся. Слежов до мяча досинулся и сохранил его. Все больше работы становится у Черемухина. Снова угловой удар. И мяч в сетке уже мы отмечали, что самые опасные моменты в исполнении Тинькофф мы видим именно после стандартов. Тинькофф здесь тайм-аут берет HSBC. А последний гол забил 14, да? Время, Влад. У тебя, брат, лет есть? Я нормальный. Да это очень хорошо. Значит, все будет здорово. Игра продолжается после тайм-аута. Взятого HSBC. Поймал. Постой. Да, будет, будет скоро. Мяч на ногу бьющему сейчас. Снова удар по воротам Черемухина. Оранжевый. Оранжевый, оранжевый, оранжевый. Да. Оранжевый. Да, по-у-у! Оранжевый! Ну что ж, Черёмухин идёт в атаку. Сколько раз он спасал HSBC уже и не упомнить. То есть, мы могли из кого-то из тренера брать? Сколько человек? Если это был бы ваш сотрудник, то же... Черёмухин. Я не знаю, он то ли там, то ли там где-то работает. Кто работает? Он в банке. Ну, если ты и Роман играет. Он в Таралу, да? А что у него заехать больше нервизу? А, ну вот, да. Сейчас за Мосэнерген выиграл. Опять он выиграл, сейчас за Русалку. Какую у него продавая у него, да, Саша? Интересно. Не, ну, может, его легионерам заявляют? То есть, а вы тоже смогли под легионерами взять, да? Ух, легионерам. Да. У нас просто один был легионер. Что там, Брэв? Не может. Сейв. Брэв, брэв, брэв! Пучков вводит мяч. Не торопится уже особо Тинько. Ленивый переходит на чужую половину поля, оставляя как минимум двух человек рядом со своими воротами вот здесь нарушение единственный свой гол чеснитесь забил что со штрафного и удар добивания ремнев дважды к мячу приложился и пустые ворота удар издали маша терентьев а штойфол у чс биси в шестом и смотрим 10 метровый Удар. Гол. 4-1 счет за минуту и 50 секунд до финального свистка. Кучи восстановили в рамках правил. Ремнев здесь немного не дотягивается. Нарушение правил седьмой фолл и 10-метровый еще один. На этот раз справился с ударом Черемухин и сам же в атаку пошел. Может на трибуны посадишь, а? Прилетит. Да. Тебя защищать. На самое главное место. А папа будет здесь. Вот это два снято. А я. Ширик, ширик. Слава, слава. Отдавал. 42 секунды вынуждены доиграть команды. Но это, конечно, уже чистая формальность. И Тинькову все понятно. Я сейчас беседую. Не пытает особых надежд. Очень близкие сейчас футболисты Тиньков, чтобы пятый гол забить. Казать, назад! Как мы уже говорили, победитель этой пары у нас отправится в полуфинал. Там соперником, ну уже можно сказать, что для теньков будет инлайн-групп. И ждем мы с нетерпением начала второго четвертфинала, где сыграют за рубеж Нефть и Метлайф. Он начнется совсем скоро. Все, финальный свисток 4-1. Продолжение следует... Продолжение следует...